На базе скейт-парка может появиться бесплатная секция по обучению велосипедному мотоэкстриму. Проработать этот вопрос поручил Василий Швец сегодня на совещании по вопросам реализации молодежной политики на территории города-курорта. Участвовали вице-мэр, главы сельских округов, руководители подразделений мэрии, представители Совета молодых депутатов и молодежных организаций. У нас очень много талантливой, инициативной, креативной, интересной молодежи. Это будущее нашего курорта, его перспективы и потенциалы. Каждым годом она подложна, в кавычках, конечно, молодеть. Должно больше сюда приезжать молодых специалистов в разных сферах. И в волонтерстве, и в спорте, и в науке, и в IT, и в виноградовстве, и в виноделии, и в основном курортной сфере. А наша с вами, коллеги, задача создать для них комфортную среду и для развития, и для жизни, и для досуга. Интегрировать молодежные движения во все наши городские мероприятия, развивать патриотическое воспитание, увеличивать возможности для профессионального роста и их трудоустройства. Во время совещания начальник управления по делам молодежи Алексей Николаев доложил, что сегодня в Анапе проживает свыше 53 тысяч молодых людей. Проводятся разноплановые мероприятия, акции, форумы, развивается волонтерское движение, получают поддержку молодые семьи. Василий Швец отметил, что молодежь надо активнее вовлекать во все городские мероприятия и процессы, в том числе управленческие. Молодые люди могут руководить органами ТОС, входить в общественные советы, выступать с инициативами. Мэр Анапы поручил закрепить за каждым своим заместителем молодежной организации и сообщества, чтобы быть с ними на постоянной связи. Говоря о процессе профориентации, Василий Швец отметил, необходимо сделать акценты на направления, наиболее значимые для Анапы – виноградарство, виноделие, курортное дело, IT, ландшафтный дизайн и другие.